Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, уважаемые телезрители! Может быть, уже запущены в связи с погодными условиями снежные ружья, пушки, как у вас называются правильные установки? Расскажите, какая сейчас ситуация или погода все-таки вносит какие-то коррективы определенные? – Для нас на самом деле это время очень сложно, важно, чтобы не упустить температуру, которая позволяет сделать раннее снижение, ибо оборудование у нас такое есть, но мы зависим от определенных параметров, которые надо выдержать. И исходя из необходимости обеспечить тренировочный процесс для наших ведущих спортсменов, естественно, мы каждый день ловим этот промежуток времени. Могу сказать всем лыжникам республики, которые потенциально могут потом использовать эту возможность, сегодня ночью мы уже приступили непосредственно к обработке трассы, и первые кубы снега мы уже получили. И надеемся, что где-то к субботе наши спортсмены получат уже полноценную трассу, на которой могут уже отрабатывать, именно как Андрей Владимирович сказал, вопросы вкатывания. Первое, так сказать, получить немного утраченный за летний период навыки передвижения на лыжах, это очень серьезный вопрос, который требует очень внимательной работы. Когда не так давно завалило, по крайней мере, столичный регион республики снегом, все похватали лыжи, самые заявные, побежали сразу на трассу. Поэтому мы тоже с нестерпением ждем, когда все-таки у нас тоже ляжет уже нормально. Мы тоже, честно говоря, надеялись, что такая возможность у нас получится, и что мы вот свое оборудование, которое энергоемкое очень, мы даже не будем использовать, но, к сожалению, нас порадовал снег немножко, и потом он тут же сошел. Хотя предлагали все массовые усилия и спортсмены, и тренеры, и работники стадиона для того, чтобы удержать этот снег, но, к сожалению, остаточки там только были. Это оборудование у нас уже целый год, да? Да, второй сезон мы готовим снег, в том году тоже было запущено, 4 ноября мы приступили, и к 7 ноября мы уже получили снег. Естественно, и у нас были хорошие отзывы, во-первых, и от самой подготовки, которую спортсмены получили, как наши, так и спортсмены других регионов. И мы, естественно, получили хорошие финансовые, экономические показатели от действия этой установки. То есть к нам приехали спортсмены с других регионов страны тренироваться, да? Было 49 регионов, которые приехали к нам для того, чтобы тренироваться. Но этому способствовало еще то, что в календаре прошлого сезона, как раз у нас в начале ноября и в начале декабря у нас были соревнования. Поэтому, естественно, вся элита лыжного спорта, или практически почти вся, она была у нас. Надеемся, что в этом году нечто подобное будет. А, кстати, какой самый важный первый старт, Андрей, вот в этом сезоне? Или там зависит от уровня лыжников там? Вы знаете, ну, честно признаюсь, что первый старт – это точка отсчета. То есть лыжники должны проверить себя, насколько они натренировались летом. Поэтому здесь в первом старте обычно выводы никакие не делают и, в общем-то, продолжают дальше тренироваться. Потому что весь упор идет на отборочные соревнования, которые состоятся в декабре. Значит, у юниоров состоятся у нас в Сыктывкаре, отборочные старты у взрослых состоятся в Красногорске, в Подмосковном. Вот, и, естественно, все настраиваются только туда. Поэтому по первым стартам, в общем-то, еще раз повторюсь. То есть тут идет проверка, присмотр друг друга, да? Совершенно верно. И кто как, как спортсмены обычно выражают, кто как переварил летнюю нагрузку, да? Какие-то сделать поправки в тренировочном процессе, какие-то, может быть, какой-то спад нагрузки сделать, может быть, наоборот добавить нагрузку. По тому же индивидуальная заточка, скажем так, идет, вот именно распределение тренировочных километров. Ну, и получение рейтинговых очков практически на всех этих соревнованиях, которые проходят, вот как раз, базовые, да? От этого тоже зависит много. Когда ты приходишь на ответственные соревнования уже, про которые сказал Андрей Владимирович, ну, что у тебя уже был запас определенных очков. Это, во-первых, зависит и от жеребьевки, где ты будешь находиться, вот, исходя из этого рейтинга. И, естественно, конечный результат в этом плане тоже зависит. Зависит. А есть, может быть, какая-то, кстати, примета, привычка, не знаю, что-то еще по желанию у спортсменов, когда они первый раз встают на лыжи, на снег, вот, когда первый раз встают. Может быть, кто-то у каждого спортсмена какая-то своя приметка небольшая, вот. Ну, вы знаете, тут... После лета, первый раз на лыжах, что-то хочется такое, может быть. Вот так, под пятку, да? Ну, что-то такого, может быть. Наверное, может быть, у кого-то есть кто-то слишком суеверный, но я так вот определяюсь, если спортсмен достаточно опытный и встал на первый снег, первый раз на лыжи, встал, и если он, значит, говорит, ох, какие длинные лыжи, как-то неудобно, это значит, что он немножко еще не готов. А если он встал и уже чувствует, что лыжи как будто приросли к ногам, значит, у него уже все, кондиции физические достаточно серьезно подготовлены именно на данном этапе. То есть, вот так вот, немножко косвенное такое определение. Должно быть какое-то внутреннее чувство, да? Да, если спортсмен говорит, а, как будто здесь и было, как будто здесь и были лыжи, то это значит, что все нормально. А если что-то вот, что-то все не так, не нравится, это значит, нужно еще вот тут поработать немножко. Получается, в летний период вы на лыжероллерах катаетесь, да? На лыжероллерах, да. Сильно отличается, вот, наверное, техника, и потом с переходом на снег? Вы знаете, все-таки это специальное средство подготовки лыжников-гонщиков. Отличается оно не сильно, но, к сведению, могу сказать, что это уже стало отдельным видом спорта. Да. Потому как технические параметры лыжников и лыжероллистов, будем так их называть, они отличаются. Причем, ну, не скажу, что кардинально, но это, наверное, тема уже отдельная совершенно. Там скорости, наверное, побольше. Скорость повыше, да, совершенно верно. Подшипники ставят очень быстрые на лыжероллеры. А у лыжников все связано с силами трения скольжения, какой снег и так далее. Вот это тоже отдельная тема. Николай Александрович, а, кстати, вот, если так, может быть, помечтать, а, может быть, уже есть задумки соревнования лыжероллеров принять у нас в Сыктывкаре в летний период, там, когда у них сезон получается же в летний период, я так понимаю, да? Есть такие, может быть, задумки? Есть, и не только задумки, есть реальные шаги. Мы с Александром Александровичем Завьяловым, это наш, так сказать, прославленный гонщик, он и возглавляет как раз сектор Федерации лыжных гонок России. Вот, и она, видимо, в перспеке выйдет самостоятельным, уже, как Андрей Владимирович говорил, так же. Мы с ним ведем переговоры о том, чтобы мы могли провести соответствующие соревнования и в Сыктывкаре. Вот, сейчас, в основном, они стараются проводить соревнования в Южной, это, так сказать, часть нашей страны, для пропаганды вот этого вида спорта. И, естественно, развитие лыжного спорта, потому что тут грань, на самом деле, очень тонкая. Надеемся, что такие соревнования у нас будут. Может быть, не сразу чемпионат, но, по крайней мере, первенство России по какому-то возрасту мы уже получим в ближайшие годы. Это было бы здорово. На что касается, вот, если возвращаться к предсезонной подготовке спортсменов, какие вот основные, может быть, моменты можно было бы выделить? На что делится вот эта подготовка, на какие-то этапы, может быть? Ну, вы знаете, делится, естественно, на отдельные тренировочные блоки, которые преследуют определенные задачи. У нас есть этот целый большой, грандиозный такой план, как четырехгодичный план олимпийского цикла, и также и годичный план. И все это делится, естественно, распределяется четко, поэтапно. Потому как все мы понимаем, что есть переходный период, когда лыжники отдыхают, но не очень отдыхают, да, они выполняют тоже физическую нагрузку, но не настолько большую, как, например, сейчас. То есть для поддержания форм. Это май месяц у нас, всего лишь один месяц, и с июня начинают тренироваться. Вот так же мы в этом сезоне начали с июня, и уже на данном этапе ребята находятся в достаточно серьезных физических кондициях. Еще раз повторюсь, что это целая отдельная тема для разговора, какие тренировочные блоки. А вот они, кстати, сейчас у нас на экране, вот можно посмотреть, значит, общеподготовительный этап длится июнь-июль, август, сентябрь, октябрь специально подготовительный. И соревновательный период у нас практически начинается с ноября. И различным цветом блоки у нас представлены. Общефизической подготовки, так, переходный период это апрель-май, да, общефизической подготовки май-июнь, специальной подготовки июль-август, комплексного совершенствования физических качеств сентябрь-октябрь, на данном этапе, да. И дальше пошла уже специальная подготовка и участие в соревнованиях, то есть это вот так вот вкратце. То есть целый год ребята занимаются серьезно. Абсолютно, абсолютно точно. Сейчас, кстати, мы готовимся к очередному олимпийскому циклу, можно об этом говорить, да? Конечно. Напомним, давайте, куда ребята должны поехать, и есть ли шансы. Вот на данном этапе, так вот не будем загадывать, но наши ребята могут. Вы знаете, всегда мы питаем такие чувства, да, задумываем, чтобы у нас на Олимпиаде было как можно больше участников. И все мы понимаем, что туда очень сложно попасть, что команда состоит из восьми человек, как мужчины и женщины, да? Мужчины в общем есть. Но шансы еще есть. Абсолютно всегда. Вот сейчас у нас на экране наши сборники, которые сейчас находятся на централизованной подготовке в сборной России. Белорукова Юлия, город Сосногорск. Значит, Волженцев Станислав Ухта, Вокуев Ермил Семиков Илья, Семиков Илья Уссильма, Вокуев Ермил Ижма и Анисимов Иван Ухта. Сразу скажу, что у нас тренируется Анисимов Ухта в спринтерской сборной команде. Понятно, да? Здесь произошло распределение, разделение. У нас в 2001 году состоялся первый чемпионат мира, куда включили в программу спринт индивидуальный. Вокуев Ермил Ижма и Анисимов Илья тренируются в основном составе, также Белорукова Юлия. И Волженцев Станислав тренируется с иностранным тренером, ритобургомастером, что меня очень-то возмущает, честно говоря, как патриот республики. Но он тренируется здесь у нас с этим тренером или где-то на выезде? Нет, на выезде, естественно, тренировки проходят, все там нормально, все проходит. Немножко больше затрат для этого требуется, но тем не менее, в общем-то, мы от них, этих ребят, всех ждем результата. И, значит, Олимпиада, которая состоится у нас в 2018 году в Корее, Пьенг Чанге, надеемся, что туда кто-то у нас отберется. И они, естественно, питают надежду. Но будем надеяться, что все-таки что-то случится, ребята наши выстрелят. Николай Александрович, насколько важно, на самом деле, чтобы тренировали наши специалисты? Потому что ведь есть опыт из биатлонной сборной страны, там тоже свои пертурбации были. Как бы вы лично для себя могли бы цениться? Ну, вопрос, в общем-то, дискуссионный по этому поводу. Но я также, в общем-то, отношусь к этим проблемам с позиции патриотизма. И считаю, что наивысший результат в любом случае может показать именно человек, который болеет за дело от души, от сердца. Естественно, более тонко понимают спортсменов, потому что они вместе, так сказать, от одного, будем говорить, берега отошли. И поэтому, наверное, я все равно предпочитаю тоже самого специалиста родного. Но могу сказать, что в дополнение того, что было рассказано по этому поводу, что сейчас давно уже не тот период, когда мы по поднятой руке с пальцем определяем, что будем делать сегодня, завтра, какие тренировки будем через неделю. Все очень спланировано. Естественно, это творчество тоже большое, когда тренер и спортсмен вводят именно какие-то поправки в те запланированные мероприятия. Вот от этого как раз и возникает результат, от мастерства специалиста, грамотного специалиста, который это делает, естественно, возможности спортсмена, который грамотно воспринимает то, что ему говорит его наставник. Ну что ж, надеемся, что все это учтется, и мы будем лицезреть на пьедесталах подсчета наших спортсменов. Сейчас, друзья, сделаем небольшой перерыв в программе. Напомню, если у вас есть вопросы, 46-90-60, звоните сразу после перерыва. Вы смотрите «Случай с практикой». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня тема нашей эфира – подготовка спортсменов, участников лыжных гонок нашей республики, сборной республики, коем по лыжным гонкам к предстоящему сезону. Но, естественно, мы говорим и о центре подготовки сборных команд Республики Коми, в котором культируется 7 видов спорта. И вот я хочу сейчас у Николая Александровича спросить, как у руководителя, сколько у нас там спортсменов по 7 видам спорта в этом центре, да? И каковы критерии отбора? Может быть, кто-то сейчас из талантливых ребят, или будущих талантливых ребят смотрит и думает, что было бы тоже ему интересно вот так вот попасть в такой центр. Ну, существует целая система отбора талантливых спортсменов для того, чтобы они попали в наш центр. Я не буду детально останавливаться на том, что там есть экспертные советы, есть предыдущие этапы подготовки, и по итогам выступления спортсменов экспертные советы поделяют наличие и возможности этих спортсменов, и мы их зачисляем. Сейчас у нас, как вы сказали, 7 видов спорта, 68 спортсменов. Но я бы так сказал, что мы не страдаем от отсутствия этих спортсменов. У нас в двери стучатся много ребят, но мы не можем больше пока принять, и госзадание у нас такое, в силу того, что у нас нет финансовых возможностей обеспечить полноценную подготовку. Поэтому, естественно, мы работаем пока с таким количеством. Будет принято решение, и нас, если наши, так сказать, предложения будут восприниматься на уровне республики, будут соответствующие изменения. Мы готовы, так сказать, расширить то количество спортсменов, которые могут у нас готовиться и показывать результаты. Мы, по сути дела, визит на карточку республики, вот с точки зрения высокого спорта, который, так сказать, везде блистает наши спортсмены на российских, на международных уровнях. Вот мы несколько раньше говорили о составе сборной команды России, и наши представители там. Также у нас есть и хорошие тяжелоатлеты, борцы, боксеры, пловцы. Поэтому мы далеко не самые худшие в Российской Федерации. Абсолютно в этом уверен. Есть у нас телефон-звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Есть ли у нас молодые диатронисты, подающие надежды в дальнейшем? И кто из них? Я много их знаю, но кто той. И мой внук занимается биатломом, Сергей Михайлов. Есть ли у него какие-нибудь надежды? Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается биатлома. Я бы так сказал, что у нас биатлон сейчас за последние 2-3 года резко поднялся в рамках своей подготовки. Очень много ребят талантливых. И в данной ситуации бабушка как раз, а внук и беспокоится. Это как раз один из тех спортсменов, которые, будем сказать, в нашей элите, уже республиканской в центре. Так внуку только не говорите. Но я бы сейчас, честно говоря, персонально не стал бы показывать фамилии каких-то спортсменов. Почему? Потому что, ну, есть определенно, вот вы даже сразу этот вопрос и заметили, что в рамках того роста, который, значит, ребята сейчас имеют, я скажу, что очень большой, так сказать, рост ребята буквально за 2 года сделали. Мы не имели таких результатов. Мы сейчас являемся призерами в всероссийских соревнованиях, а там конкурсы или там конкуренция очень высокая в биатлоне. Вот у нас где-то, ну, порядка до 10 спортсменов, которые, на самом деле, сейчас тут стучатся уже в составы сборной, как вот основного возраста, юниорского, юношеского. Неплохие специалисты работают у нас. Мы вначале пригласили, значит, специалистов, значит, которые работают со сборной команды России. Сейчас вот у нас один из специалистов работает уже одним из ведущих спортсменов в другой до страны, его пригласили, он сейчас готовит уже других спортсменов, можно сказать, наших соперников. Ну, от этого спорт, наверное, и растет. Но могу сказать, что сейчас все необходимо для подготовки наших биатлонистов у нас в республике есть. Есть хорошее, прекрасное стрельбище. Сейчас развивается сеть детских спортивных школ и отделений по биатлону. Учатся многие или переучатся многие тренеры для того, чтобы готовить хороших биатлонистов. В наших муниципальных образованиях, в частности, вот в Карпиросе неплохая система организовалась. Ну, и в других регионах, вот и в Секлевдине сейчас вот тренеры работают. Вот, поэтому я надеюсь, что и ваш внук, без фамилии уже не буду говорить фамилии, и вот те спортсмены буквально в этом сезоне и вот буквально в ближайших сезонах покажут себя. Я думаю, что гены коми-охотников сработают. Будем на это надеяться, и у нас появятся свои бьерн-дарены, которые будут бегать бесконечно, долго и выигрывать все возможные турниры. Ну, наверняка, очень много, Андрей, вопрос к тебе уже уделяется обследованию медицинскому спортсменов. Вот что делается в этом плане в центре, и может быть не только в центре. Совершенно верно, да. Вот это вопрос, наверное, к системе отбора. Все-таки мы должны понимать, что часто, не часто, а скорее всего в деревнях у нас лыжные гонки, это, наверное, единственный вид спорта, да. И мы, конечно же, понимаем, что человек, который дорос до уровня центра спортивной подготовки и, возможно, попал в него, да, он находится где-то в возрасте старших юношей, девушек или юниорском возрасте, когда он переходит, такой переходный момент. Мы должны, как тренеры, понять, насколько он способен идти дальше. В этом нам помогает Институт физиологии, который здесь у нас находится. И во главе с Евгением Рафаэловичем Бойко мы проводим углубленное медицинское обследование и, возможно, делаем предположение определенное, значит, определенное на перспективу, да, спортсмен, насколько он, или мы ему говорим, да, парень, все, тебе нужно тренироваться, и будем стараться делать из тебя великого лыжника. Вот сейчас ты, что мы видим здесь. Это карточка, которая дается, в общем-то, каждому спортсмену индивидуально и здесь распределяются индивидуальные зоны интенсивности, максимальное потребление кислорода, какое чистота сердечных сокращений, все эти показатели тоже, в общем-то, такая достаточно большая тема. Наверное, в рамках программы можем только показать, какая это карта, да, она уже представлена. То есть у каждого спортсмена в центре подобное есть, да? Да, да, совершенно верно. И три раза в год мы проходим. Вот сейчас следующее у нас предстоит в ноябре. Мы должны посмотреть, насколько наши спортсмены натренировались, насколько они повысили свои профессиональные данные. Физиологический сдвиг произошел. Насколько, ну, я по-простому уже выражаюсь, насколько они потренировались, в общем-то. Ну, чтобы было понятно, да, то есть какие-то... И бывают даже такие моменты, что мы иногда вынуждены сказать мальчику или девочке, извини, пожалуйста, вот лучше бы, конечно, тебе больше уделить внимание учебе, и твоя физиологическая составляющая такая, что, возможно, ты дальше не будешь лыжником, а, возможно, может быть, будешь заниматься другим видом спорта. Даже такое бывает. То есть, кто-то переходил, получается, после обследования вот такого, переходил в другой вид спорта. Вы знаете, как правило, человек уже привыкает к этому виду спорта, и он, наверное, больше уделял. Как правило, больше начинает вдаваться в учебу, и такие люди обычно становятся потом тренерами. В российской практике есть, у нас, к счастью, нет. Потому что это тоже вопрос отбора очень серьезный. Тут очень много показателей, которые учитываются при том, что, когда тренер определяет, вот ему лучше заняться, допустим, тяжелой атлетикой изначально. Ну, тут можно визуально определить. Но есть еще внутренние показатели, которые потом определяют возможности этого организма. Поэтому мы очень благодарны как раз специалистам Коми-научного центра, это институт физиологии, вот, вы рассказывали фамилии руководителя, о том, что они нам дают очень много исчерпывающей информации для обеспечения медицинского сопровождения нашей подготовки. Это сейчас, наверное, характерно для всех центров подготовки Кома, да? Я бы такого не сказал. Я думаю, что нам повезло, что у нас есть институт физиологии в республике, и есть заинтересованные специалисты, которые идут к нам на контакт. И вот мы, наверное, где-то третий год занимаемся, это уже такой более тесной работой. То есть в других регионах даже такого, не у всех такое есть получается? Бывает, что и на уровне сборных России, иногда вот такие вещи, которые мы можем себе позволить, нет. Так что... Дело в том, что мы с Евгением Рафаэловичем съездили на семинар в Смоленск, и там встретились с профессорами, профессура медицинская, которая, в общем-то, и поведала, что они там делают в сборной команде. И у нас обследование приближено практически на 100%. Даже точность аппаратуры, специально институтом была закуплена аппаратура, которая точнее определяет, например, потребление кислорода. Поэтому я так с уверенностью могу сказать, что даже сборная команда России может приезжать к нам на обследование сюда. Это здорово, такие технологии. Это большая удача, что у нас есть. Инструментальная, в общем-то, большая подпитка, очень хорошая. Поэтому здесь есть вещи. Мы сейчас очень работаем над вентаминизацией. Это витаминный статус тоже самое. Есть там очень много сложностей, но тем не менее, потому что, вы сами понимаете, не любой препарат возьмешь и начнешь с ним экспериментировать. В силу того, что спортсмены на таком серьезном антидопингом, так сказать, работают в общем-то в режиме. Поэтому с любым препаратом экспериментировать нам тоже нельзя. И, естественно, мы отрабатываем уже, мы будем говорить, методики, которые уже, мягко говоря, себя с одной стороны уже четко себя зарекомендовали. И, значит, что эти препараты, если мы их применяем, они явно далеко от списка запрещенных препаратов. А ребята делают прививки от гриппа? Вот сейчас у нас на всю Россию, там, по-моему, сколько, 30 миллионов прививок, или, ну, что-то, я примерно такой цифр помню, на республику, и, конечно, поменьше. Или все стараетесь сделать так, чтобы действительно потом допинг-пробы не были положительные? Ну, прививка от гриппа, это же ведь не из разряда допинга. В общем-то, здесь по желанию, вы знаете, бывает различная реакция, потому что как спортсмены испытывают тяжелую, большую физическую нагрузку. Вот предыдущий слайд там был, сколько километров, они пробегаются, где-то в год, наверное, порядка 9 тысяч километров лидеры ногами, да, своими, лыжи, лыжероллеры и бегом. 9 тысяч километров. Поэтому, естественно, необходима витаминизация, как говорил Николай Саныч, но прививка от гриппа, это по желанию. Потому что, еще раз говорю, если какое-то недомогание есть у спортсмена, который тренируется, то, скорее всего, не рекомендуется, потому как он тут же может с этой прививки свалиться в грипп. Но если со здоровьем все нормально на данный момент, то никаких проблем нет, в общем-то. Мне кажется, у лыжников должно быть... Чем выше уровень подготовленности, тем больше шанс уйти с этого уровня, так сказать, путем каких-то внешних воздействий, в том числе и гриппа, уйти на уровень, мягко говоря, вышибания, с уровня высокой работоспособности, и ты окажешься, мягко говоря, мимо сезона даже. Получается, ребята могут беречь себя. Это очень-очень серьезная вещь, которая требует, вот именно, когда человек подходит на пик формы, вот есть такое понятие, и вот в этом пике формы на спортсмена влияет масса всяких, в общем-то, воздействий внешних. И любое это воздействие для обычного человека, может быть, даже не оказалось бы никакого внимания, а для спортсмена в этот момент оно может оказать значительное решающее значение, и он попадает или под прессом какого-то недомогания в виде гриппа, ОРЗ и каких-то других нюансов. Поэтому и защита, как раз мы и работаем в витаминизации, защита иммунитета и так далее, это тоже, в общем-то, немаловажная часть, помимо тренировочного процесса, когда идет физиологический сдвиг организма для того, чтобы выполнять какую-то запредельную, физическую нагрузку. Николай Александрович сказал, насколько важно сберечь здоровье спортсмена. Сколько спортсменов на своем здоровье действительно пробегает? Мы сказали, лидеры 9 тысяч за сезон пробегают, а другие спортсмены сколько? Есть четкие рекомендации, по возрастным группам это распределено, есть, естественно, и методички, как нужно тренироваться. Я так думаю, что тренеры знают, как это нужно делать. Ну, скажем так, юниоры, это 19-20 лет, проходят, почему говорю проходит, потому что разные средства передвижения у нас, да, лыжи, лыжероллеры, бег просто и так далее, велосипед, проходит порядка 7 тысяч километров, 6,5, 6, от 6 до 7 тысяч километров. И дальше по мере тренированности, естественно, тренировочная нагрузка добавляется им в год примерно по 10%. За сезон, получается, они могут всю Россию пройти так? Ну, получается, что так, да. А пик формы у всех спортсменов к определенному периоду в сезоне наступает или по-разному, зависит от физиологических особенностей? Естественно, все здесь складывается воедино, и спортсмены готовятся к одному какому-то или к двум главным стартам. Более того, они знают свою дистанцию коронную, потому что вы знаете, что есть классический стиль передвижения коньковый, есть сейчас еще и спринт, кто спринтер, кто стайл, кто марафонец и так далее. Поэтому спортсмен уже в голове держит у себя. И более того, с тренером этот план уже проговорили, скажем так, в начале сезона. И они, естественно, готовятся. Но как это произойдет, вы знаете, вот это вот загадка. Это никто не знает. И подводка соответствующая под данный результат путем моделирования тренировочного процесса, и вот на этот результат выходишь. Не надо раньше времени выходить, но, естественно, не призываешь, чтобы уже поезд когда уйдет, а ты начинаешь поезд пик формы. Николай Александрович, если говорить в целом о центре спортивной подготовки, вот я так понимаю, что лыжникам уделяется особенно, может быть, внимание, потому что все-таки действительно статус лыжной республики обязывает. Но вот в целом планы какие-то могли бы озвучить вашего центра? Наверняка что-то есть в задумках. Ну, конечно, я считаю, что мы, хоть и элитное, я считаю, что учреждение для республики в целом и для отрасли физкультуры и спорта это элитное учреждение. Но, к сожалению, конечно, мы не всегда это ощущаем. Я не в качестве рекламы это говорю, потому что отрасль частично имеет определенные преференции, как и другие бюджетные отрасли. Но, к сожалению, мы туда не попадаем. И даже заработные платы наших специалистов не всегда элитные бывают по отношению даже к отрасли образования. Но это отдельный разговор, я просто так говорю. А что говорить о планах? Естественно, планы у нас значительные. Естественно, надо максимально укреплять и материальную базу, необходимую для подготовки спортсменов. И есть у нас конкретные показатели. Естественно, мы эти вопросы ставим перед агентством, естественно, ставим перед правительством республики. Будет возможность перед главой ставить эти возможные вопросы. И самое главное, надо больше уделять внимание обеспечению тренировочного процесса. Ну что ж, будем надеяться, что внимание будет обращено. Я напомню, друзья, что в нашей студии сегодня был Николай Гордеев, директор Центра спортивной подготовки сборных команд нашей республики. И Андрей Нутрихин, главный тренер сборной республики по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр в Наганах. Спасибо вам большое. Желаю талантливых спортсменов, новых побед и дальнейшего развития в вашем центре. Спасибо. Да и Бог. Спасибо большое. Друзья, смотрите случай в спрактике завтра в 12.40. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»